Научное творчество в университетской лаборатории. Закончив БГУ, Ольга Конева вернулась в ВУЗ уже в статусе аспиранта, чтобы заняться серьезными исследованиями. Команда ученых на здешнем биофаке развивает молекулярные технологии. Прямо сейчас решается задача со звездочкой, как добиться совместимости органов при трансплантации, когда они разные группы крови. Исследования в лаборатории проводят с декабря, но в этой формуле, чтобы преодолеть расстояние к прорывной разработке, время и скорость все же не главное. Важнее достичь положительного результата. По мнению ученых, этот процесс может занять не один год. Мы периодически после хроматографической очистки смотрим, насколько у нас получается чистый препарат, сохраняется ли у нас концентрация, небольшие ли у нас потери белка при очистке. Из-за несовместимости по группе крови некоторые пациенты задерживаются в листе ожидания на годы. И если научный ключ к этой проблеме подберут университетские ученые, то шансов у людей, которым так нужна пересадка, станет больше. Альтернативная методика, во-первых, позволит проводить подобные манипуляции большему числу людей, во-вторых, с минимальной нагрузкой на организм. Ведь в таком случае можно будет отказаться от агрессивной терапии, которая чревата осложнениями. Впрочем, главная задача белорусской медицины не только проведение операции. Здесь мы одни из лучших в мире. Важно добиться высокого уровня качества жизни в постперед. Хотя здесь белорусская статистика на уровне мировой. После трансплантации пятилетняя выживаемость пациентов достигает 80%. Целью нашего проекта является получение специализированных ферментов, которые будут отщеплять антигены группы крови А и группы крови Б, для того, чтобы получить универсальный антиген H. Это необходимо для того, чтобы смочь преодолеть несовместимость органов по трансплантации, если помимо всех остальных факторов гистосовместимости у нас идет отличие только по группе крови. Насколько мы знаем, группа крови первая, то есть нулевая, она достаточно редкая. И пациенты с такой группой крови, например, тоже очень часто нуждаются в органах, и у них не всегда есть время выждать этот момент. Врачи практики на разработку наших ученых возлагают большие надежды. Ведь если удастся перехитрить иммунную систему, донорские органы в каждом случае перестанут восприниматься организмом как чужеродные. Первое – это тесты в пробирке, в контролируемых условиях, в средах с определенным составом и определенными контролируемыми параметрами, для того, чтобы понять, в принципе, работает ли это. В случае получения положительного результата, следующий этап – это тестирование на каких-то реальных образцах. То есть это либо животное, либо это может быть кровь. Следующий этап – это тестирование на человека, это клиническая фаза уже испытаний. Жизненно необходимая сфера трансплантологии в Беларуси развивается давно. Еще в 1970-м открылась медицинская летопись, тогда впервые в Минске пересадили почку. Между прочим, это было действительно достижением белорусской врачебной школы, ведь в других республиках СССР и даже в мире такие высокосложные операции начали выполнять несколько позже. Здравные традиции медицины высокого пилотажа продолжили. 15 лет назад белорусские трансплантологи впервые пересадили печень, через год сердце и поджелудочную железу, а позже освоили и другие виды органов и даже комплексные пересадки. И это общий результат теории и практики. Возвращаясь к эксперименту БГУ, стоит отметить, что нашим ученым хватает научной смелости, и за такую разработку в мире берутся единицы. Направление новое и сложное. Изменение группы крови донора может помочь нам в увеличении объема выполняемых операций, потому что мы сможем проводить так называемые неодногруппные пересадки органов, то есть несовместимые по системе АБ0 в частности. Для этого у нас возникла идея попытаться каким-то образом модернизировать донорские органы, удалить с них антигены системы АБ0 и сделать их более универсальными для трансплантации. Поиск решения проходит на фоне мировой нехватки донорских органов. Но в нашей стране эта проблема не стоит остро. У нас налажена система донорской координации в едином регистре трансплантации. После забора, например, сердце могут пересадить уже спустя 3-5 часов, печень через 7-9, почки легкие 10 и 12. А если их удастся еще синхронизировать по группе крови, то это в области медицины может стать настоящей сенсацией.